Сегодня в виртуалите Это и многое другое смотрите прямо сейчас в виртуалите на MTV Всем привет, в эфире виртуалите Полчаса обо всем самом новом, интересном и необычном из мира компьютерных и не только развлечений Недавно стало известно, что выход продолжения сталкера под названием «Чистое небо» перенесли с мая на 29 августа По словам разработчиков, это в первую очередь связано с желанием выпустить игру одновременно во всем мире Так что, как говорится, век зоны не видать, а заодно и мутантов с аномалиями Правда, есть игры, которые не припозднились и уже доступны для геймеров О них в выпуске новостей Недавно вышедший экшен Warriors Rocha продолжает традиции известных проектов Dynasty Warriors и Samurai Warriors, являясь, по сути, продолжением сразу обеих серий Согласно сюжету, демон Орочи спустился на землю, чтобы забрать самых сильных, мудрых и смелых воинов Древнего Китая и Японии с целью создать собственную непобедимую армию Но не все воины были согласны присоединиться к войску Орочи 77 из них решили сдать единое фор армаде демона и найти дорогу домой Цель игрока — помочь осуществить их замысел Естественно, игроков ожидают сумасшедшие схватки с толпами врагов То, за что мы так любим Dynasty Warriors и Samurai Warriors Немецкая студия DEC-13 выпустила мультяшную адвенчуру Jack King Сюжет прост до бредовости Или, правильнее сказать, просто бредовый Мерзкий профессор Ти задумал коварный план Уничтожить чайные плантации во всем мире Обрекая на чайное голодание Саму английскую королеву Страстную любительницу этого древнего напитка Джеку Кину предстоит разобраться с пресловутым доктором И разрушить его преступные замыслы По утверждениям разработчиков Сюжет имеет в своей основе реальные события Историю английского капитана Посланного королевой на ответственное задание На один из индийских островов Неужели он действительно спасал чай? Свет увидела локализованная версия вертолетного симулятора Десятимесячной давности Enemy Engaged 2 К-52 против Каманча На территории трех стран Ливии, Тайване и Корее Общая площадь которых составляет 300 квадратных километров Игроку предстоит за штурвалом Американского вертолета Каманч Или российского К-52 Защищать интересы одной из, понятно, каких сверхдержав В деле отстаивания интересов демократии и свободы Может такие фичи, как реалистичный геймплей С разными погодными условиями И 1200 моделей винтокрылых машин Стоящих на вооружении многих стран мира И не особенно впечатляют игрока Зато возможность отдавать голосовые приказы Членам своего экипажа Точно придутся по вкусу От игр вышедших переходим к проекту Который ждут миллионы геймеров во всем мире Каждый день на страничку этой игры в интернете Заходит больше 100 тысяч человек Даже несмотря на то, что разработчики не балуют новостями Последнее, что сообщили создатели В игре будет 200 концовок И чтобы добраться до одной из них потребуется 40 часов Трепещите, поклонники Fallout Не за горами тот день, когда третья часть окажется в ваших руках Когда в 1997 году появился Fallout Он не оставил равнодушным никого Полностью разрушенный после атомной катастрофы мир Особенно пришелся по душе русским игрокам После выхода второй части игры в 1998 году От разработчиков ничего не было слышно И вот, о чудо, в 2007-м создатели анонсировали Fallout 3 Но до сих пор вокруг проекта витает дух секретности Существует всего один видеоролик И несколько изображений из игры Правда, приподнять завесу тайны для нашей программы Разработчики все же согласились Fallout 3 станет ролевой игрой в будущем Так представляли будущее в 50-х годах Но весь этот мир оказывается уничтоженным из-за ядерной войны Вы будете жить в 2277 году Через два столетия после атомной катастрофы Среди руин города Вашингтона Главное в Fallout 3 это то, что он не линеет Каждый получаемый квест имеет кучу вариантов решения Можно быть плохим парнем, можно быть хорошим А если не нравится ни то, ни другое Станьте кем угодно и делайте, что хотите В любом случае вы открываете одни части игры и закрываете другие Например, в одном квесте есть выбор спасти город или взорвать его Если вы сделаете последнее, то на месте города возникнет радиоактивная воронка Жители погибнут и вы не сможете брать у них новые квесты Или, например, что-то покупать в этом городе Как и в оригинальных играх, богатство выбора принадлежит только вам Первые Fallout'ы славились своим особым духом Мы провели много времени, обсуждая, как сохранить эту атмосферу Например, юмор, чтобы он не казался натянутым, как в дешевых кинокомедиях А был именно специфическим фоллаутовским юмором Даже если вы не играли в первый и второй Fallout'ы Вы сможете проникнуть с этой атмосферы и в третьей части Зато если играли в первые две, то увидите множество знакомых деталей из первых игр Игровой мир достаточно велик Чтобы было с чем сравнить, он немного меньше, чем мир Обливиан В Вашингтон, где происходит действие, довольно большой город Но он занимает только четверть игровой карты А дальше идут пригороды, а потом, собственно, пустоши Честно говоря, мало где вы могли видеть настолько большие пространства Только на то, чтобы выполнить главный квест игры, нужно потратить не менее 20 часов Еще столько же, если будете отвлекаться на вспомогательные задания А еще есть случайные квесты, исследования территории и так далее Тут можно потратить столько времени, сколько угодно Хочется верить, что мы делаем игру в духе оригинального Фоллаута Чтобы люди, игравшие в первой части, при виде третьей сказали бы Да, это Фоллаут А если кто-то не играл в первые игры, благодаря третьей мог бы составить о них впечатление По крайней мере, мы очень хотим, чтобы так было Фоллаут 3 выйдет осенью этого года Большинство поклонников ожидает, что игра должна быть как две капли воды, похожа на то Во что они играли в 97-м году Но, скорее всего, эти люди будут разочарованы Те, кому посчастливилось видеть игру на закрытых демонстрациях Описывают ее скорее как шутер с элементами РПГ, чем классический Фоллаут Третью часть нужно ждать как самостоятельную игру в оригинальной вселенной постапокалиптического будущего Слишком многое изменилось с тех пор, как мы впервые играли в Фоллаут Далее в Виртуалити Как убить время, которое не хочется тратить на работу В чем разница между геймером и водителем маршрутки От каких игр фанатеет Лена Перова Это Виртуалити Мы продолжаем знакомить вас с самым новым, интересным и необычным из мира виртуальных развлечений Звезда американского рэпа Snoop Dogg отказывается выходить на сцену, если ему не дадут перед концертом поиграть на PlayStation Джамелия не представляет свое путешествие без PSP А как же наши звезды? С чего началось увлечение певицы и телеведущей Лены Перовой играми? И как она заработала свой первый виртуальный миллион? Об этом в рубрике «Звездные игры» Первой моей игрой была игра «Ну погоди» Это была такая маленькая коробочка с четырьмя кнопками, где волк должен был ловить падающие с курятника яйца Ход игры, темп игры нарастал и в общем нужно было приобрести такую очень быструю реакцию И практически это было сопоставимо со стрельбой из автомата или из пулемета Все соревновались, во-первых, это было страшным дефицитом, трудно было купить эту игру где-либо, продавалась она в детском мире И то по каким-то секретным дням Но те счастливцы, у которых эта игра была, соответственно соревновались, кто у кого какой рекорд, кто больше набрал очков Была легенда, что если проходишь до какого-то уровня результата, то чуть ли там не золотое яйцо какое-то выкатится в этом черно-белом экранчике Дальше тоже существовал такой миф, что там где-то вшита секретная какая-то карточка золотая или какие-то должны высыпаться деньги Этими мечтами все продолжали жить и в общем, наверное, это был такой путеводной звездой, на которую все ориентировались И продолжали совершенно одухотворенно играть вот в эту, в дергалку в эту Я не фанат всяких стрелялок, там, водилок, я это как-то не умею И почему-то меня это течение не заразило никак Но одно время после появления на телеэкранах игры «Как стать миллионером» Такой электронный вариант тоже появился, то есть там возникали вопросы, они не повторялись Их в этой игре там было заложено, скажем, миллиард разных вопросов Поэтому выиграть за счет усидчивости было невозможно И был только один ход назад всего Вот, ну и как-то мы с моей приятельницей выиграли действительно в эту игру миллион И в этот самый прекрасный момент был поставлен жирный крест Потому что все успехи были достигнуты Я, может быть, даже где-то подсознательно не сажусь, не подсаживаюсь на эти игры Потому что очень даже может быть, что меня это с такой силой захлестнет, что не останется времени на остальную жизнь Раз уж Лена так боится пристраститься к играм, следующий блок новостей точно не для нее Анонсирован выход космического симулятора «Галактик Комманд» «Найт Блейд» Главного героя ожидает непростая работа Кроме непосредственного пилотирования космического транспортного корабля Ему придется в роли бравого пехотинца отстреливать пробравшихся внутрь вражеских солдат с пристыковавшегося шаттла 16 заявленных миссий не должны наскучить Ведь разработчики обещают практически полную свободу действий Можно, например, в перерывах между миссиями Сходить в технический отсек и просто поболтать с меловидной девушкой-инженером Или разрушить мостик на палубе За что командир точно выкинет вас с корабля Ориентировочная дата выхода — второй квартал 2009 года Совсем скоро выйдет аркада «Московский водила» В которой игроку предстоит испытать, как вы уже наверняка догадались, все тяготы жизни бомбила Цель игры — развозить пассажиров за деньги В распоряжении виртуального водила — авто от «Шахида Хаммер» Место работы — улицы Москвы Игрок должен помнить, что пассажиры бывают разными Кто-то требует ехать только по правилам А кто-то, наоборот, просит как можно скорее домчать его до аэропорта Да еще и приплатят за зрелищный дрифт Поговорка «клиент всегда прав» — здесь как никогда актуально Недовольный пассажир не заплатит ни копейки Ну и, конечно, без расходов тоже никуда ГИБДД, эвакуаторы, покупка и ремонт авто Главное — не разориться Персонажи игры «Айронмен» получат голоса исполнителей Главных ролей одноименного кинофильма Об этом объявила работающая над игрой компания «Сега» И кинокомпания «Марвел Студиос» Напомним сюжет Инженер-изобретатель с миллиардным состоянием Тони Старк Во время военных испытаний на Ближнем Востоке попадает в плен Под видом создания смертоносного оружия для террористов Он разрабатывает мощную броню Благодаря которой самостоятельно вызволяет себя из плена Ну что ж, приятно будет услышать в англоязычной версии игры Голоса Роберта Дауни-младшего, Терренса Говарда и Шона Туба Причем уже в этом году Шведская студия «Грин» объявила дату выхода аркады «Бионик Команда Реарм» «Бионик Командо» Человека руки-крюки можно будет увидеть в мае 2008 года За те 20 лет, прошедшие с момента выхода оригинальной игры о похождении Командоса с биомеханической рукой Герой не только не состарился, но и напротив посвежел Спасибо новым графическим технологиям Хотя разработчики и использовали трехмерный движок Командоса можно лицезреть только в профиль Ну что ж поделать, дань традиции Зато шведы подумали о мультиплеере Геймерам ждут несколько многопользовательских режимов Хорошая новость Игра выйдет на PC, Xbox 360 и PlayStation 3 Далее, виртуалити Каким оружием блондинки предпочитают спасать мир? Какие игры прячут от своих боссов работники офисов? Это виртуалити, мы вернулись Если вы просмотрели первую половину программы То не узнаете, сколько концовок будет у третьего фоллауда Почему Лена Перова боится компьютерных игр И когда появится продолжение Сталкера? Но нам еще есть, что вам рассказать Вы знаете, что среднестатистический офисный служащий Проводит за компьютером пять с половиной часов в день И не думайте, что все это время он работает Минимум час уходит на игры Которые беспощадно расправляются со скучным рабочим временем Об этом в рубрике «Великолепная семерка» На седьмом месте дамский огород под названием «Ферма Айрис» Даже среди невинных офисных развлечений Она выделяется тем, что это, страшно сказать, экономическая стратегия Выращиваем на ферме зелень Не забываем вовремя поливать и удобрять землю В итоге имеем набитый склад продукции Которые нужно своевременно продать Игровому процессу помогает не только виртуозное владение мышкой Но и азы экономического планирования Хотя, глядя на девушку Айрис Как-то не возникает впечатления того, что она целыми днями гнет спину на огороде Шестую позицию прочно удерживают гурмонавты Если делать на работе совсем нечего Почему бы не покормить котлетоида? К счастью, этот представитель семейства гурмонавтов Охотно поедает все, что вы только сможете засунуть в его пасть Котлетоид любит переизвиться И достаточно уделить ему несколько минут в день, чтобы он был просто счастлив Словом, тамагочи в виде котлеты Особая же прелесть игры состоит в том, что все созданные питомцы Живут прямо на сайте Так что покормить их может любой посетитель Гордость за собственными руками взращенной живой шницы Ну чем не альтернатива работе? На пятом месте обосновалось одно животноводческое хозяйство Где нашел приют выводок флегматичных гусей Только остается хозяину веселой фермы Чтобы поливать для гусей газоны Отгружать ящики с яйцами И отгонять медведей Медведи, те, которые вот обитают на фермах Они вообще очень охочи до гусятины И так этот процесс весь построен, что ни секунды буквально покоя для ручонки с мышкой А ведь так хочется, сидя в офисе, хоть на минутку побыть веселым фермером на государственном пособии Четвертая номинация принадлежит логической игре Маджон Пока во всем мире империи рождаются и умирают, китайские кости кажутся вечными И кажется, ничто не способно поколебать ту суровую отрешенность, с которой люди подбирают одинаковую пару костяшек Неудивительно, что Маджонг получил миллионы виртуальных инкарнаций И присутствует на компьютере любого уважающего себя работника Восток, понимаешь, дело тонкое, требует сосредоточения Ну, хотя бы на часок Уж больно большие пирамиды из костяшек получаются На третьем месте обосновался неутомимый самолетик из игры «Джетсон Ганс» Забыв обо всем на свете, он летает слева направо и стреляет, стреляет, стреляет Сначала из хилой пукалки, потом из двух хилых пукалок, потом из трех Ближе к середине игры самолетик превращается в летающую машину убийства И заргающий огонь из десятка жертв И под всем этим безумием представьте себе крепкая сюжетная основа В скафандре безымянного пилота нам предстоит Освободить невинных девушек из лап пахотливых лавеласов Разнести в пух и прах вездесущую рекламу И даже сразиться с грозной пивной крысой Страшно подумать, что там ближе к концу Если сможете пройти игру до конца, расскажите нам, ладно? На второй позиции пазл-квест При первом знакомстве он напоминает то ли пошаговую стратегию, то ли ролевую игру Не верьте, пазл-квест настоящий убийца драгоценного офисного времени Ваш протеже неспешно прогуливается по фэнтезийным полям и лесам Время от времени вступая в схватки с местными обитателями Ничего не напоминает? Ну, конечно, это линии Старая добрая игрушка, на которой были убиты сотни часов реального времени Но в пазл-квесте есть не только это Чего стоит приручение дракона или примерка новой обновки в местном магазине? Да как чего стоит? Еще сотен убитых часов Но самая лучшая игра для освоения в рабочее время Бесспорно силхантов Погружение в суровый мир полярного холода Спасает даже в самых тяжелых случаях офисной скукоты Ибо методичное истребление полярных обитателей Надежно и надолго отвлечет от работы даже сам усердно Всего-то и нужно Не дать этой живности ни единого шанса добраться до океана Для этого есть все Начиная с револьвера и заканчивая жутким дробовиком Пингвины ложатся тысячами Как только конвейер смерти начинает свою работу Можно удвоить удовольствие от игры Пригласив на соседнее кресло коллегу для совместного прохождения И пусть начальство подождет И помните, играя в офисе, вы рискуете заразить окружающих А это грозит штрафами, увольнениями и банкротством компании Так что играйте тихо и будьте готовы нажать любую секунду Alt F4 А когда вам дадут премию за прилежание, вы сможете купить PlayStation 3 А с 13-й зарплатой Final Fantasy Чем черт не шутит, вдруг она к тому времени уже появится Final Fantasy самый культовый ролевой сериал на консоли Вот уже 20 лет серия постоянно пополняется новыми эпизодами Не переставая удивлять гейля И в недалеком будущем Final Fantasy обзаведется продолжением под цифрой 13 Выход каждой новой части в Final Fantasy является большим событием в мире компьютерного куба Игра появится на PlayStation 3 и очевидно так и останется ее эксклюзивом Главное событие новой части развернулся на космической станции под названием КОП Жители ее совершенно счастливы А все потому, что здесь нельзя быть несчастливыми Всех, кто проявляет недовольство, тут же отправляют ссылку в подземный мир Пульс Пульс переполнен теми, кого раньше выгнали из Кокона И кого не съели местные монстры Вернуться назад они не могут, поскольку станцию охраняют вездесущие роды Оба мира, Кокон и Пульс, наполнены некими кристаллами Эти стекляшки наделены магической силой и даже могут создавать механизмы или живых существ По задумке они должны были охранять людей от всевозможных тварей, что обитают в недрах Пульса Кристаллы в серии Final Fantasy играют очень важную роль Так или иначе они появляются во всех частях Только где-то они фигурируют в сюжете, а где-то они являются частью геймплея В один прекрасный день кристаллы вдруг чувствуют какую-то опасность Дескать, некая угроза может весь мир уничтожить Кристаллы выбивают девицу под именем Лайтнинг, что значит молния, дабы истребить угрозу взорвания Впервые после попсовой Final Fantasy X-2 мы играем за девушку До этого во всех частях серии главными героями были мужчины Выпускники военных академий или бывшие солдаты Спутником девицы станет молодой человек, который не умеет размахивать пистолетом с тесаком Но компенсирует свою отсталость наличием мотоцикла Как настоящий рокер, со своего железного коня он не слезает практически ни по какой нужде И давит врага колесами Да и мотоцикл у него не простой, а трансформенный Вся эта сила, которой и ума не надо, будет растирать в порошок злобных роботов из кокона Сами битвы будут проходить так же, как и в предыдущих частях Final Fantasy А именно в режиме реального времени, но с учетом специальных очков действия Которых у героев ограниченное количество Но есть и новшества Иногда герой сможет впадать в транс, и рядом с ним тогда лучше не стоять Нужно понимать, что бы нам не показывали разработчики Final Fantasy XIII окажется на поверху совсем не той игрой, которую мы ждем Графика Final Fantasy XIII даже в век высоких технологий смотрится шокирующе Если в предыдущих играх ролики выглядели как произведения аниме-искусства То теперь геймплей и высокохудожественные заставки практически неотличимы по качеству изображения На сегодня это все И не пропустите следующий выпуск виртуалити Вас ждут обзор экшена Army of Two Великолепная семерка космических игр Новости робототехники И еще много-много всего интересного Увидимся на следующей неделе Пока Субтитры сделал DimaTorzok